Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Приветствую всех зрителей. Сейчас вы смотрите эфир телеканала Самарагис и нашу программу «Хочу домой». Замечу, что домой хотят не только люди, но и животные. Итак, вы смотрите программу о животных, которые были рождены под открытым небом собаки и кошки, которых выбросили на улицу и которые сейчас нуждаются в своем доме. И, конечно, рассказываем о людях, помогающих брошенным и бездомным животным. Сегодня вы увидите сюжет о собачьей зимней одежде. Далее видео в визитке о собаках и кошках, которые в настоящее время ищут свой дом, своих владельцев. Ну и главное действие этого, конечно, разговор в студии о проблеме и ее решении. Сегодня в студии гость Ульяна Самсонова, руководитель общественной организации «Живая планета» детям. Вы наш постоянный гость. И Татьяна Пугачева, заместитель, руководитель общественной волонтерской организации «Зооблагов». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, конечно, вопрос. Итак, завершается год. Хотелось бы узнать итоги решения проблемы бродячих животных. Что удалось сделать, что не удалось и какие, в общем-то, остались еще задачи. Но я думаю, задач, наверное, и больше, чем то, что все-таки удалось. Ну, конечно, для нас это относительно новая практика. То есть, ОСВВ в европейских странах достаточно давно. Давайте сначала все-таки скажем, что такое ОСВВ. Это отлов, стерилизация, вакцинация от бешенства и возврат. Это практика, которая рекомендована ВОЗ. То есть, есть документы об этих. Есть много опыта, например, великолепный результат. ВОЗ – это… Ну, Всемирная организация здравоохранения. Обычно я беру прям презентацию по-европейским… Это вы знаете, я знаю, а вот, к сожалению, наши зрители иногда не понимают. Да, то есть, она решает много проблем не только с численностью, но и с профилактикой бешенства. Очень хорошие, например, результаты в Болгарии. Ну, потому что это более… Страна была похожа на Российскую Федерацию. То есть, если в Европе уже европейских есть традиции, да, там есть налоги. То есть, просто так не выпроси животных, обязаны стерилизовать. То вот Болгария, она примерно, там, 30-40 лет назад, 30 назад, находилась похожей на наше пространство. И там вот была проведена УСВВС. Вы хотите сказать, что все-таки в Болгарии нет такого закона, как у нас, через 98-й закон? Там есть свои, конечно, есть законы, но… Там можно усыплять собак, если они… Нет, там тоже самый возврат в среду, да, причем это туристическая страна. То есть, там эти собаки, ну, точно так же, как в Креции, в Турции, вы можете стерилизованных, вакцинированных собак встретить, покормить. Там принято кормить животных. Если их кормят все, да, то, естественным образом, ну, они более тружелюбные. Ну, вы прекрасно понимаете это. И, конечно, там, ну, уже сложилось, там прошло достаточно много времени, чтобы результат УСВВ заметил. Да, то есть, это не огромные стаи, там часть из них стерилизованная, часть нет. И, в общем, ну, надо все же некоторое время, да, это я к итогам. По поводу собак, ну, много, да, это… Я думаю, что это видимость, потому что… Вернее, я не думаю, мы открываем статистику Роспотребнадзора к 28 сентября, день борьбы с пешенством, высоходит пресс-желез. И также мы можем посмотреть, что в этом году на 8% меньше укусов, потому что, ну, мало ли, где-то бегает собака. Вот когда она укусит кого-то, это всем заметно, да. То есть, нам же не любые собаки интересны. В первую очередь мы заботимся о людях. И если мы посмотрим всю статистику, она практически не меняется. Я могу даже сказать, почему. То есть, когда была полная эвтаназия в 2015 году, да, было 7260 укусов. В 2020 году 6753, сейчас тоже около 6000, да. Даже можно сказать, что укусы маленько снижаются. Я у департаментов… Вот эта статистика, она идет в отношении собак домашних тоже или все-таки игровых? Вот, прекрасный вопрос, потому что, ну, интересно, почему то эвтаназия, такие деньги, сики, ну, то есть, разные деньги. Как это работает? Мы говорили с департаментом ветеринарии, они говорят, большая доля домашних собак, причем она еще больше, потому что, конечно, часто люди не признаются, что их. И очень много собак на самовыголе. И тут хорошая тоже новость есть, да. Поэтому, собственно говоря, и не меняется. Там доля вот настоящих бездомных очень небольшая. Они тоже есть, да, и это тоже могут быть стаи. Но вот в общей части их небольшая. И таким образом, как бы, отлов не работает вот с этой вот, ну, зоной риска. Но сейчас есть… Может, просто мы неправильно отлавливаем этих собак? Да, да. Может, неправильно отлавливаем? У нас есть рекомендации. Я просто хочу сказать, что сейчас прямо в нашей Думе государственной проходит слушание. Как раз там будут штрафы за самовыгол, но они по-тракому называются, да. И мы все очень рады, потому что вот эти самовыгольные животные, которые… Как определить, что эта собака на самовыгуле? Как определить, как понять, что эта собака Петра Иванова из соседнего подъезда? Кто будет это отслеживать? Кто это… Вы знаете, так получается, что очень часто это можно вот по свидетельским показаниям-то определить. У меня были случаи, как-то там доказывали, что это домашняя собака. И участковый говорил, ну, мы ничего не можем сделать, да, почему она там бегала, да, и с вами встретилась там в переулке в темном. Потому что нет закона. Теперь будет штраф, и человек сразу… А что значит самовыгольная собака? Это та собака, которая гуляет без хозяина? Или хозяин сидит дома, и он выгнал собаку гулять? И без хозяина. Ну, то есть хозяина нет. А если я иду в 25 метрах от собака? Тогда с хозяином, да. Тогда с хозяином? Да, тогда с хозяином. То есть это еще нужно доказать? Ну, это проще. Понимаете, сейчас мы доказываем, и никаких последствий. А тут хотя бы будем доказывать, и тут будут последствия, да. Большая разница. То есть, ну, может быть, когда мы чипирование и регистрацию ведем, это было бы прекрасно, да. Но вот хотя бы сначала вот… То есть, ну, это положительная новость. Это положительная динамика того, что вот за этот год у нас проходит. Да, то есть укусы маленько снизились, но при этом бешенство в этом году большое, и стерилизованных вакцинированных собак очень мало. То есть, как бы те, которые должны защищать вот поселение, да, в пригороде быть. То есть, у нас там, по-моему, больше 80 пострадавших людей, да, которые, если не сделать прививки, ну, сделали, конечно, слава богу, прививки, но они могли умереть. Ульяна, спасибо большое. У нас еще есть один гость, для которого есть вопрос. Татьяна, скажите, Татьяна Пугачева, Татьяна, скажите, ваша зоорганизация, как давно она была создана, и какие цели и задачи она ставит перед собой? Наша зоозащитная организация, зооблаго, работает с фондом, с международным фондом, дарящий надежду. И на деньги, собранные с помощью самых обычных граждан, которым не безразлична судьба животных, которые надеются спасти их, стерилизовать, кастрировать, вылечить, привить. Мы уже достаточно много спасли и стерилизовали бездомных животных. У вас есть какая-то база, какой-то кабинет для стерилизации медицинский или как? К сожалению, нет. Мы пользуемся самарскими клиниками. В моем дворе бегали бездомные собаки. В части дома начали возмущаться, что они забегают на детскую площадку. Мамочки боятся оставлять там детей играть. Детей не надо оставлять на детскую площадку. Это однозначно, с детьми глаз и глаз. Но собаки забегали на детскую площадку, подбегали к контейнерной площадке в поисках пищи. И у людей сложившиеся стереотипы, что животные представляют опасность для людей, что они могут укусить. На самом деле собаки искали просто источник кормить. Они начали подкармливать, вызвали за свои деньги ловца, стерилизовали в самарской клинике. Животные стали совершенно не агрессивны и никаких проблем они не создавали. Позитивные истории. Когда люди понимают этот стереотип, что любая собака тут же накинется и съест, он не всегда. Есть один вопрос. Недавно на днях наткнулся в соцсетях на волонтеров, которые винят чуть не всех людей в том, что очень много живодеров, что опять виноваты в этом люди. А что собаки сами не размножаются? Или все-таки это опять же деятельность человека? То, что мы позволяем собакам размножаться на этот вопрос? Ну, конечно, человека. Мы прекрасно понимаем, что мы вообще владеем всем окружающим. Мы природу можем лес посадить, срубить. То есть эта проблема тоже решаема. Просто, ну, как бы у нас, наверное, недостаточно внимания. То есть, конечно, это все от нас зависит. Ну, так людей очень много жестоких или нет? Да, очень много. Вы знаете, вы же хотели сделать передачу о жестоком обращении. Вот я обратилась, и я была просто в потоке ужасных историй. Вот я пожалела, что начала спрашивать. Ну, вы понимаете, вот хорошо, я предлагаю... Мне предлагали там принести этого котенка несчастного, да, то есть пизнаки. Вот я больше не хочу... Я предлагаю к этому вопросу вернуться чуть позже, а сейчас, наверное, посмотреть сюжет. Итак, зима, наступили холода, и время одеваться не только самим, но и облачать в теплую одежду братьев наших меньших. Для чего это нужно и какая есть одежда? Смотрим сюжет. Одежда для собак была известна в мире уже лет сто назад. Использовали ее знатные и богатые люди для модного показа своих маленьких мохнатых любимцев. И в наше время на что только не идут владельцы, чтобы сделать крутым прикид своей собаки. Широкое использование одежды на бытовом уровне пришло в наш город в середине 90-х годов прошлого столетия. Для одних владельцев одежды для собаки является скорее атрибутом модного вида, другие относятся к этому как необходимость, связанная с практическим использованием на собаке. Несмотря на то, что волосатая порода, вот костюмчик нас сильно спасает при гулянии в колючках и так далее, репейники, вот к нам не клеятся. Это как бы не для тепла. Каких только комбинзонов сейчас не увидишь и на больших, и на маленьких собаках, на гладкошерстных и мохнатых. К примеру, шпицов. Да еще с капюшоном, чтобы ушки ветром не задуло или не простудить на морозе. Обывателю может показаться, что это для моды и пижонства. Но это не всегда так. Вся одежда имеет практическую необходимость. Капюшон помогает от чего? Он помогает, ну и в дождливую погоду, и в снег помогает. Ему удобней, что он не мокнет ни шеей, не пачкается карабином. То есть очень удобно. А вот от мороза, когда мороз обязательно одевать? Ну, в мороз мы вообще редко одеваемся. Мы теплые, с подшерстком. Но зато не мокнем. Подобрать одежду в наше время можно на все породы собак. Одни собаки быстро привыкают к ней, другие долго сопротивляются. Одеть любимого пса можно с ног и до головы. А вот как собака, допустим, впервые относилась к костюму, к налапникам вот таким, и вот к такой шапочке необычной? Ну, сапожки одевать не любят, но постепенно привыкают. Это очень удобно, не мыть потом лапы и защита от реагентов. А как вот собака сама воспринимает эти костюмы? Ну, ей нравится. Ну, одевается, не очень хочет, но приходится она мириться с этим и бегает. Итак, в наше время одежда для собаки больше нужна не для пижонства, а, как оказалось, для практического применения. Ну, и, кстати, всю же наша рекомендация, если на улице не так холодно, не советуем одевать собаку в теплые вещи. Объясняю, почему. Собака, одетая в одежду, будет чаще дышать от тепла под комбинзоном, и, соответственно, ей в легкие будут больше попадать порции холодного воздуха. А это значит больше шансов застудить легкие или получить собаке воспаление легких. Итак, все-таки продолжим. Много людей, те, которые, ну, занимаются прямо целенаправленно, калечат собак или кошек. Вот я, насколько в этом году мы пытались выехать по таким адресам, мы не нашли ни одного факта. Стало меньше. Вы знаете, вот... Почему-то люди, они говорят, ну, там в том соседнем подъезде живет человек, да, он вроде... У нас есть обращение в прокуратуру, то есть не только мы бы пытались... Хорошо, эти обращения, они подтверждены в видео, фото, фактами и так далее. Конечно, да, с правками и так далее. То есть это обращение сформировано полностью, да, там расстрелянная собака на датских... Ой, на дачах, да, девушка ее, естественно, отвезла в морскую клинику, да, то есть были свидетели. То есть, понимаете, люди обращаются не только потому, что им жалко, они боятся, да, то есть, понимаете, не очень приятно отпускать детей, играть там, где кто-то развлекается, стреляя по собакам, да, или вот у меня... Согласен, это, конечно, да. То есть это главное. Нам всем жалко собак, конечно, животных. Но дело в том, что как-то... И да, раньше было больше, да, если вот поспрашиваете в приюте, вам просто покажут этих искалеченных животных, которые у них живут, и у меня впечатление, что эта тенденция стала меньше. И как мне объясняли, что если вот этому психопату хоть какие-то рамки ставить, то есть у него деятельность уменьшается. А если он чувствует себя безнаказанным, и еще и читает там статьи, вот эти животные во всем виноваты, он может и на людей перейти, да, понимаете? Смысл только в защите людей, да. Ну, то есть защита животных пока еще... Ну, в этой страшной ситуации надо заботиться, чтобы эти преступники не чувствовали себя безнаказанным. Ну, и доказано, да. Да, 245-я статья. А вот, Татьяна, скажите, пожалуйста, вот ваша волонтерская организация, как доводит до людей о том, что есть статья 245-я, это жестокое обращение с животными, есть статья федеральный закон через 98-й о бродячих собаках, и, соответственно, о том, что нельзя собак убивать и так далее. Вот, каким образом, может, как объявление развешивать. Мы стараемся, да, доводить до сведений жителей. Это участковый должен доводить до сведений. Да, да, да. Участковый, знаете, сколько забот? Знаете, что человек, который убил собаку на глазах, вот во дворе он издевается над собакой, он потом перейдет на людей, и участковым очень выгодно, да, что-то предпринять того, как-то он начнет. Даже иногда просто беседа, да, ну, вы просто как человек, наверное... Таково и должно проводить профилактические беседы. Понимаете, вот этот закон 400, он хотя бы декларировал куманность. И даже из-за этого, из-за этого как-то, ну, вот это перестало развиваться, да, то есть... И все-таки, Татьяна, давайте мы продолжим вот вашу мысль по поводу того, что все-таки объявление может развесить на подъездах там, где живут собаки. Типа не издевайтесь над животными. Сейчас, Ульяна, подождите, давайте, пускай Татьяна... Да, мы проводим такую разъяснительную работу с жителями. Делаем посты в соцсетях, ну, беседуем с людьми. Самые простые, обычные люди, живущие в наших дворах, они... у них сложились стереотипы, что животное опасно. И мы объясняем, что это не так, особенно если животные стерилизованные. Все уповают еще на зоозащитников, на приюты. Хотя сколько ни делай приютов, какое большое количество их не было бы, они не помогут, если нет стерилизации животных. Итак, время смотреть видео-визитки. Сегодня их будет пять, но одна визитка, как положительный факт о переустройстве собаки. Эта собака нуждается в своем доме. Зовут ее Юта. Ей около пяти лет. Привезли в приют четыре года назад, когда ей было около года. Практически вся стая, проживавшая тогда возле одной из стоянок в Октябрьском районе, была отстрелена. Юта сбежала и далее попала к волонтерам. Собака очень социальная. Если волонтеры приходят, то я смело в первую очередь могу к ней подвезти, то есть ее можно погладить. Она играется, она очень любит, она ходит гулять со всеми, любит детей. Мы ее пристраиваем единственной в семью без кошек, только кошкам она агрессивна. А так собака охранница, она и крысоловка. Юта, Юта, посмотри. Хорошая собака. К другим собакам относятся терпимо, но особо играть не будет. Больше тянется к добрым людям. Юте нужен новый дом и новый любящий хозяин. Обращаться по телефону 8-927-652-78-13. Очень срочно необходимо найти этой собаке новый дом или работу по охране стоянки, или организованно жить и служить где-нибудь на стройке. Собака проживала в квартире, но без особого ухода. Недавно с хозяйкой случилась беда. Вот сейчас хозяйка в 49 лет умерла. Собака осталась одна. Квартира, комната неприватизированная. Соседи грозят быстро ее выкинуть на улицу. Или в крайнем случае усыпить. А уж как усыплять будет, я не знаю. Здесь два варианта. Собаку зовут Рекс. Ему около 10 лет. Но, несмотря на возраст, он сможет еще послужить человеку. Главное, была бы крыша над головой. Вода и еда. Во время съемки этого материала нам представили еще одну собаку. Вот один из таких псов бегал по Новокуйбышску. Абсолютно беспризорный. В большинстве случаев вот таких собак находятся хозяева. Но с ним этого не произошло. Поэтому выпускать его, естественно, на улицу нельзя. Он живет у нас. Однако ему, как нам показалось, повезло. Во время съемки за ним приехали. И через час общения с потенциальными владельцами его забрали. Погрузка в машину прошла быстро и без эксцессов. Мы лишь пожелали ему хороших владельцев. И обязательно в будущем узнаем, как ему живется. На новом месте. Этой кошке всего пять месяцев. Попала она в кота-кафе маленьким котенком. Девочка, соответственно, еще не стерилизованная, но полностью привитая, глистогоненная, вакцинированная, с отличным характером. Почти с самого рождения она живет у нас. Мы ее забрали вместе с мамой и с ее сестренками и братьями. Спасли от собак, от стаи собак. Всех разобрали, она осталась у нас одна. Очень контактная, любит играть с другими кошками. С именем кошки сотрудники приюта пока не определились и надеются, что в скором времени ей найдут хорошего владельца. Обращаться 8 927 701 36 38 Про такой окрас говорят серо-дымчатый, а еще белая маска на мордочке. Прежняя хозяйка уехала за границу и планировала отставить кошку всего на пару месяцев. Но оставила, похоже, навсегда. Сейчас этой кошке ищут нового владельца. В туалет приучена ходить в лоток, в еде непривередливая. Но у нее характер. Характер достаточно своеобразный. Она не очень ладит с другими кошками. И эта кошка-единоличница. С людьми она может быть ласковой, Но это не кошка для тисканья, Не кошка для прям вот, чтобы ее жамкали и так далее. То есть у нее это кошка-личность. Зовут эту красивую кошку Смоки. Сотрудники приюта Котокафе надеются ей найти новый уютный дом и нового доброго владельца. Обращаться 8 927 701 36 38 Эту собаку привезли в приют три года назад с так называемой черной передержки. Назвали ее Нюша. Так сложилась судьба, что ее уже забирали в семью, где были дети. Но наигравшись и поняв, что с собакой тоже нужно заниматься, вернули обратно. Сейчас ей около 4 лет. Но, несмотря на это, ее можно спокойно забрать домой. Она социализирована. Как она относится к посторонним собакам? Очень адекватно. То есть они в вольере живут, дружат все нормально, хорошо. Спокойно, не бросается, не кусается. К людям относятся без боязни, но сразу к постороннему человеку не подойдет. Сначала присматривается. Ну, она у нас такая стесняшка поначалу. Потом она со временем привыкает. Нужно время собаке. Ну, как... Ну, и людям так же, на самом деле. То есть всем социальные существа, что собаке, что мы, нужно какое-то время. Ну, тут по минимуму. Обратите внимание на эту собаку. Есть возможность забрать ее домой в квартиру с положительными качествами домашнего питомца. Нюше очень нужен новый дом и любящие ее хозяева. Обращаться в 8-927-692-1313. Сера-белая, пушистая, изобильная шерсть и кажутся по размеру большой кошкой. Назвали ее Маша. Забрали из кошачьего приюта в кота-кафе. Она контактная, но свободолюбивая, мадам. То есть, кого она полюбит, к тому придет. А просто так она не будет ласкаться. Вот. Ну, тоже она стерилизованная, она привитая. Она ходит в лоток. Вообще она такая чистюля. И молодец она. И она очень умная еще. Сотрудники говорят, если нужна кошка, умная, с интеллектом, то Маша самое подходящее животное для новой семьи и уютного дома. Обратите внимание на кошку Машу. Ей нужен новый дом и руки любящего хозяина. Обращаться по телефону 8-927-701-3638. Смотрите, мы пытаемся устроить собаку. Как вы думаете, еще год назад, полтора года назад была волна, когда вот этих бездомных собак действительно брали из приютов. Сейчас что, народ насытился? Нет. Во-первых, всегда трудно пристроить собаку. А как же породистые собаки? Мы тогда ущемляем интересы породных собак? В смысле, как интересы? То есть к вам обращались породные собаки и сказали, вы ущемляете, мы только интересы людей. Сейчас пришел и говорит, я хочу породную собаку, а вы мне навязываете. Нет, никто им не навязывает. Вообще хороший приют не навязывает животных. Иначе этого животного потом выкинут. Некоторые могут только породистую, ну, воспитать. Человек всю жизнь мечтал там о овчарке, кстати, могу его понять. А кто-то хочет, вот у меня непородистые коты, да, например, и непородистые собаки есть. И они очень классные. Отлично. У меня есть вопрос, потому что у нас время очень, правда, летит. Итак, недавно в Самару приезжал человек, ну, довольно-таки известный ранний кинолог у нас в городе. Татьяна ее зовут, фамилию не буду называть. И я как-то пытался ее сюда пригласить на эфир. Ну, как мне передали вот ее слова, она сказала, вы знаете, а что я буду говорить? Видите, и довольно-таки нелицеприятные вещи. Во Франции там все решается очень жестко. Несколько месяцев, если собака не востребована, бродячая собака, то там ее усыпляют. У нас можно это сделать? У меня просто тоже есть во Франции близкая родственница, которая, но, естественно, я много раз ее спрашиваю, такого нет. Ну, как нет? Ну, вот я не знаю. А вы помните, была фотография, помните, была фотография там в 75-м, там в каком-то 85-м году, когда там много-много собак, люди уезжали в отпуск, не могли оставить собаку, и много-много собак просто приводили усыпить. Есть прекрасный способ, да, вот, опять же, ОСИ, у них огромные возможности, они просто все документы, все законы проанализируют. Там законы соблюдаются, да, и там нет нигде вот такого безвозвратного усыпления. Если даже, ну, я не могу за все, вот, у меня дома есть это исследование, да, то есть, на самом деле, там вообще просто мало собак, потому что уже давно большинство есть налоги, стерилизация, ответственность, то есть, там вот так вот прям продячих очень мало. Коротко, Ульяна, как донести эту ответственность до людей, до широкой общественности? У нас очень коротко. Ну, вот штрафы у нас уже возникают, да? Хорошо, ну, вот он в соседнем подъезде живет, там, дядя Ваня, который не знает о том, что есть штрафы на собак. Кстати, как? Вот он и узнает совсем. Да, я за штрафы. Да. Вот и дядя Ваня узнает. И вот он на эти штрафы, кстати, и эти деньги. Стерилизовать животных продячих. Да, стерилизовать животных, направить это на стерилизацию бездомных животных. Вы знаете, уже мирозрение очень меняется. Я вот действительно, ну, у меня рядом парк, и я смотрю, там, молодая пара подкармливает эту стаю животных. Ну, и стая животных забежала рядом животных. Никто не жалуется. То есть, как-то, ну, люди меняются. Уж столько много этих было статей про жутких собак, что люди начали не доверять им, да? То есть, я вижу, что люди стали... Вот прям очень коротко, буквально прям на днях была, я так понимаю, что это фейковая новость. Я сразу всем скажу, что это фейковая новость, что в питомнике жили дороги, соответственно, значит, собак, овчарок, умных, там было написано умных, собак, соответственно, будут усыплять, потому что некуда девать. Часто бывает эта новость, да? Ну, понимаете, вот фейк-информация, она моментально разлетелась по всем соцсетям, и мне звонили, я не знаю, там, за сутки мне перезвонили, и там сообщения были сообщения. Почему-то она постоянно ходит, эта новость. Но соцсети обычно такие фейки иногда поддерживают, чтобы люди проявляли к соцсетям интересы. Я не знаю, из каких, может кто-то... Хотя, я всем говорю, есть 98-й закон федеральный, все, читайте, все. Есть 245-я статья, ничего сложного нет, но, к сожалению, вот люди у нас не читают. К сожалению, к сожалению. Ну, будут читать, штрафы введут, и все начнут читать. Итак, время нашей программы завершилось. Пролетел 2021 год, он был насыщенным, но тяжелым наступает 2022 год. Хотелось бы пожелать всем, самое главное, здоровья без всяких вирусов, чтобы быстрее в мире наступила положительная для людей стабильность, поменьше переживаний. И самое главное, в контексте нашей программы приблизиться к решению проблемы бездомных и бродячих животных. Всех с Новым Годом! До свидания! Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова